если вам интересно какие места ну ни в коем случае нельзя упускать любознательному путешественнику в какие места лучше не заглядывать в питере а также где можно вкусно подкрепиться то обязательно досматривать это видео до конца санкт-петербург это достаточно молодой город ему всего лишь три века но что такое три века для русского города сравнение великий новгород был основан аж в девятом веке самый густонаселенный город нашей родины в двенадцатом веке а истории керчи и вовсе насчитывает 26 веков но петроград это нечто особенное для истории нашего с вами государства за эти недолгие три века он успел обрасти истории сполна приехав питер вы наверняка посетите загородные резиденции царское село петергоф гатчину по достоинству оценив красоту пышность и величие дворцов императоров а что насчет тех мест которые порой остаются в тени оставьте время для простых прогулок по улицам и дворикам питера увидьте реальную жизнь которая скрывается в настоящих питерских подворотнях представьте что вы самый настоящий петербуржец только живущий допустим 19 веке мы пешие прогулки по улочкам петербурга начались на улице садовой территорию нынешнего и суповского сада начали обустраивать еще в 18 веке когда участок между фонтанкой и садовой улицей был подарен самим петром первым своему другу детства сподвижнику и князю григорию юсупову вскоре на участке был разбит сад появились первые цветники и большие пруды рядом был воздвигнут деревянный особняк позднее уже в 90-е годы 18 века его потомками фамильная усадьба и сад были переустроены проект разрабатывал итальянский мастер джаком акваренги но уже в 1810-е годы юсуповский сад перешел в распоряжение управления путей сообщения территория была модернизирована здесь появились фонтаны оранжереи теплицы которых выращивали самые красивые цветы в петербурге а в 1863 году по распоряжению императора александра второго юсуповский сад был открыт для горожан зимой два больших пруда с островами в центре стали использовать как каток сейчас иду по одному из питерских двориков надеюсь что он меня все-таки выведет на набережную фонтан питерские дворы это что-то особенное никогда не знаешь куда они тебя выведут ну и подворотни кстати я уже вижу что я иду правильно ну и смотрите куда я вышла фонтанка еще ни разу я не каталась на лодке по каналам обязательно напишите в комментариях стоит ли посетить такую вот экскурсию но сейчас конечно для такой экскурсии холодновато но если допустим летнее время приезжать я думаю это просто самое то ведь с воды наверняка будет открываться абсолютно другой вид на петербург совсем недавно я рассказывала вам о том что в краснодаре вот например нет какого-то единого архитектурного стиля что там администрация абсолютно не позаботилась о сохранении такого единого стиля южного городка а вот питер питер в этом плане конечно город впечатляющий здесь невероятная архитектура глаз просто радуются я иду и смотрю на каждое здание я обращаю внимание на то какие они каждый неповторимый здесь стиль сохранен это стиль европейского города и ты приезжаешь сюда и ты сразу это понимаешь для себя я сделала один вывод чтобы понять что такое настоящий питер нужно гулять пешком никак не иначе если вы будете ездить на машине на такси вы не увидите все этой красоты надо пешком ходить прямо фотографировать своим взглядом все что вы видите но и запечатлять что-то конечно же на память сейчас я иду по мосту ломоносова посреди какой он интересный и этот мост выведет меня к одной из самых знаменитых улиц которая называется улица зодчего росси почему она такая уникальная вы вскоре увидите и узнаете так чем же так уникальная улица росси а тем что когда ты идешь по этой улице тебе кажется что она окружена всего лишь двумя зданиями которые примыкают к театру но на самом-то деле эта улица состоит из пяти зданий которые имеют единый фасад от того и складывается такое ощущение что здесь всего лишь два здания улица росси спроектирована таким образом что она следует античным канонам ее ширина равна высоте ее образующих зданий 22 метра а длина ровно в 10 раз больше 220 метров и там я думаю будет солнце поймаю на себе его последнюю изначально переправа через реку была деревянной тогда это была окраина санкт-петербурга и здесь находилась пограничная застава на которой проверяли паспорта и брали плату за въезд в город платить можно было и деньгами и булыжниками которыми мастили дороги интересно то что свое название мост получил от фамилии инженера который и строил его это был подполковник михаил анечков однако название моста у петербуржцев связывается исключительно с историей трагической любви некой анечки и ударение в названии соответствующие на а а не на и прогулка по набережной реки фонтанки зарядила меня энергии и на следующий день я решила пройтись по каналу грибоедово а затем плавно выйти на набережную мойки свой путь можно начать либо от казанского собора либо от спаса на крови это самый центр города и здесь очень похожие на вчерашние пейзажи именно поэтому я выбрала здесь такие же живописные домики буду наслаждаться буду продолжать знакомиться с питером я сейчас нахожусь на очень интересном перекрестке это мост от которого со всех сторон отходят какие-то улицы я уже посчитала здесь семь улиц я прокручусь а вы посмотрите все эти улицы куда-то выводят конечно город спроектирован очень интересно даже без питерских двориков я не знаю мне кажется что сюда вообще солнце не попадает наверное сейчас как раз таки день и по идее солнце в зените но здесь темнота здесь очень холодно питер необычный это точно отличается от южных двориков в которых я гуляла например ростове по моему это очень атмосферно вот что такое настоящий питер друзья я буду вам очень благодарна если вы поставите лайк этому видео и напишите какой-нибудь добрый комментарий мне кстати очень интересно как скоро человек который переезжает в питер начинает вместо слова подъезд говорить парадная напишите кто как думает как же находясь в петербурге не посетить тот самый дом в котором писал свой роман преступление наказания достоевский этот дом находится как раз таки на заднем плане можете посмотреть что такое местные жители запустили меня подъезд я поднимаюсь наверх где они сказали была небольшая ниша где по преданию раскольников прянул свой топор сегодня это обычный подъезд в которую живут самые обычные петербургцы вот и крыша опечатанная дверь и вид на двор я добралась до места которое называется 7 мости она носит такое название потому что с него открывается вид на все семь мостов и именно если находиться у пикалово моста вы увидите каждый из этих мостов театр вы знаете в санкт-петербурге даю вам несколько секунд чтобы вы написали внизу в комментариях так наверняка каждый вы из вас как и собственно я сказала бы мариинский театр кстати говоря знакомьтесь вот это а и и и и и и и и вышла я на набережную реки мойки сожалению солнышко уже садится буквально последние лучи и она скроется за домами и закатное солнышко падает на крону еще оставшихся золотых листьев и отскакивает от стен домов от окон очень красиво ул а что если питер нас включил и хочется чего-нибудь кардинально другого тогда можно съесть длину область в город шлиссельбург шлиссельбург скую крепость главное смотрите режим работы посмотрите здесь написан режим работы он работает с 1 мая и по 31 октября и такие вот цены на билеты на переправу мы взяли взрослые и у меня студенческие 200 рублей посмотрите люди рыбачат и вот такая вот него большая несколько раз больше чем в самом питере подъехал уже наш катер идем на посадку решили мы в общем все таки сесть пока на улице потому что там внутри как-то пахнет там очень плохо видно там окна запотели понятное дело что здесь будет очень холодно когда мы будем ехать потому что будет дуть ветер ну если замерзнем уйдем но я думаю недалеко до недолго я думаю совсем чуть-чуть но прохладе но очевидно даже просто находиться на улице прохладно тем более ехать на таком катере на катере мы ехали всего лишьaj 8 минут. Ветер был действительно очень прокладный. И теперь мы наконец-то добрались до самой крепости Орешек. Входной билет в крепость стоит 250 рублей взрослый, а если студенческий, то 150 рублей. Также мы хотим попасть на экскурсию. Здесь она проходит в определенное время. Нам сказали уже куда нужно подойти. А, кстати, вот написано место сбора экскурсионных групп. Ого! Я, кстати, очень люблю именно средневековую архитектуру и культуру. Поэтому сюда я хотела попасть. Сейчас мы вышли за территорию крепости и стоим на берегу Ладожского озера. Вот такие вот виды. Нам повезло с погодой. Когда мы ехали, был вообще дождь. И очень надеялась я на то, что его не будет. И к вечеру, мне кажется, даже возможно выйдет солнышко. Просветы есть. Вот так вот выглядит крепость снаружи. Обязательно напишите в комментариях, нравится ли вам посещать вот такие вот крепости. Потому что обычно Питер ассоциируется все-таки с императорскими резиденциями. А это все-таки средневековая постройка. Это военная крепость. Только что закончилась наша экскурсия. Она длилась час. Очень интересная экскурсия. Столько всего рассказали. Просто масса фактов. И если вы будете здесь, обязательно посещайте экскурсию. Сейчас мы находимся в одной из тюрьм. Просто покажу вам, что здесь есть, какие комнаты. Здесь вообще на территории самой крепости достаточно много зданий и тюрьм было. Разные, получается, годы. И большое количество политзаключенных, просто уголовников. Те, кто непосредственно находился к началу XX века здесь, заключенные, они были освобождены в 1917 году. Здесь, например, вот печка. Нам рассказывали о том, что здание вот конкретно это отапливалось. Покажем вам одну из камер. Там темно. Стоит стол, стул, висит одежда заключенного окошка и получается то место, на чем спали. Вот такой вот вид открывается, когда мы выходим из самой крепости. Вот это вот, кстати, башня. Единственная башня, которая была построена шведами. Выглядит все очень массивно. Ну и также вид на Ладожское озеро. И как раз таки вот здесь недалеко встречаются воды реки Невы и озеро. Поэтому здесь можно увидеть разные направления течений. Крепость Терешек это памятник архитектуры и истории 14 века. Крепость была построена в 1323 году прежде всего для защиты земель Великого Новгорода, а также для охраны Ладожского озера. В это время получается активно на здешние земли была экспансия шведов. Они хотели заполучить эти земли. И первая попытка захвата шведами этой крепости была успешной, однако вскоре удалось обратно отвоевать эту крепость. Она, кстати, была первоначально деревянной и уже позднее она была перестроена в каменную. Однако в ходе русско-шведской войны крепость была захвачена и на долгие десятилетия она находилась во власти шведов, но уже в Северную войну вновь удалось вернуть эту крепость под российское влияние. С тех пор крепость продолжала нести свое военное назначение, но после того, как был построен Кронштадт, эта крепость потеряла свое первоначальное назначение. И здесь была организована тюрьма для политзаключенных и для уголовников. На месте тюрьмы в конце 20-х годов здесь был организован музей, однако уже в годы Великой Отечественной войны здание крепости неоднократно было обстреляно, сюда скидывались бомбы. Сама оборона крепости длилась порядка 500 дней и крепость не удалось взять. Она охраняла сам город Ленинград. А сейчас мы поднимемся по одной из лестниц. Как нам сказали, здесь очень высокие ступени. Ого! Они огромные. ступени очень сложно подниматься. Заня сделала так. Эта лестница нас куда-то выведет вообще. Ооо! Это интересно. И здесь как раз мы можем увидеть, какая была ширина стен и вид на один из берегов. Вот как раз таки получается вот там в середине находится мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. И то здание, которое вы видите с флагом, это церковь, которая действовала на территории этой крепости для заключенных. Сейчас мы находимся в галерее, зашли в итальянский ресторанчик, уже сделали заказ, заказали две пасты разных видов, это карбонара и другая, она, насколько я помню, с беконом и с шампиньонами. Я вообще никогда не пробовала пасты, и тем более пасты в ресторанах. То, что мы готовим дома, это совсем другое. Заказали еще также чай, это чай облепиховый, там есть апельсинка и, насколько я помню, даже маракуйя. Когда принесли, то запах такой очень приятный, сладкий стоял. и, как Субтитры создавал DimaTorzok